Сегодня у видновчанки Анны большой праздник. 24 года и 8 месяцев трезвости. Эта цифра далась ей нелегко. Ежедневные усилия над собой, постоянная работа со страшной зависимостью. В 25 лет она и предполагать не могла, что жизнь повернется таким образом. Но после постоянных запоев, срывов и больниц наступила точка кипения. Варианты кодировки и торпедирования Анне не подходили. Спасение она нашла в клубе анонимных алкоголиков. Я понимаю, что для того, чтобы сегодня остаться трезвой и плюс-минус в каком-то адеквате, и жить, мне группа необходима, это абсолютно однозначно. Но болезнь очень хитрая. Один из симптомов болезни – это отрицание. Очень часто у меня бывают вот эти моменты, когда я думаю, ну зачем я поеду на эту группу? Я и так уже все знаю. Ну что я буду опять этих вот абстинентов слушать? И там других хватает, которые им помогут. Но я вот продолжаю уходить. В «Видном» клуб анонимных алкоголиков существует четыре года. Два раза в неделю церковный дом Причта за храмом Александра Невского превращается в место встречи людей, которые совершили самую главную победу в своей жизни, смогли признаться себе в зависимости. В программе по борьбе с алкоголизмом 12 шагов. Они цикличны. Последний возвращает к первому. Регулярные посещения клуба – основной принцип работы над собой. Несмотря на то, что в программе нет упора на религию, участники часто обращаются к Богу. Базируясь здесь, в здании православной церкви, мы имеем общение с ними. Я примерно раз в месяц или раз в два месяца прихожу, и мы общаемся с ними тоже на такие духовные темы. Некоторые из них ходят в храм. Некоторые из них даже исповедуются, причащаются. Мне это очень радостно по этому поводу. Они дорожат своей конфиденциальностью не потому, что стесняются клейма алкоголика, а потому, что считают, что наше общество пока еще не готово принимать людей такими, какие они есть. Занятия проходят в дружеской обстановке. Все как на обычной встрече старых друзей. Только вместо рюмки или бокала в руках чашки с чаем, а вместо пьяных разговоров об уважении друг к другу – история о себе. Мы собираемся для того, чтобы делиться своим опытом, силами и надеждой. Мы рассказываем о том, какими мы были, что с нами произошло и какими мы стали. В результате выполнения 12 шагов АА, как они изложены в большой книге. У нас есть две несомненные вещи, которые присутствуют. Это первое – это 12-шаговая программа анонимных алкоголиков, где прописаны конкретные действия, которые предлагаются человеку для его обретения трезвости и в дальнейшем для поддержания его. И второй момент – личный пример этих людей, потому что они все такие же, как и я. Они прошли через то, что и я. Алкоголизм – болезнь, которая убивает больше людей, чем спид или туберкулез. Ею страдает около пяти миллионов россиян. Но с таким диагнозом многие зависимы и не согласны. Каждый из них считает, что его история другая. Те же, кто нашел в себе силы прийти в клуб анонимных алкоголиков, начинают жизнь сначала, жизнь полную улыбок и радости.